Русская рыбалка 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 образовательной игре 93-го года. В ней игрока отправляли изучать Южную Америку, в том числе Амазонку, в том числе её обитателей. Режим рыбалки запускался нажатием специальной кнопки на панели. После этого игрок должен был ткнуть курсором на силуэт в воде и... Какой стрёмный скат! Его определённо стоит отдать, поддержать местному гиду. Так вот, в рамках образовательной игры подобный режим выглядел вполне оправданно и уместно. Но это было только затравкой, потому что в том же 93-м году с ноги в индустрию вошли покемон Red и Blue, Breath of Fire и The Legend of Zelda Link's Awakening. И мало того, что там тоже показывали рыбов, так на это дело ещё и, страшно сказать, геймплей выделили. В покемонах, конечно, надо было всего лишь найти удочку, подойти к воде, сесть и словить рандомную схватку с водным жителем. Примерно то же ждало в Breath of Fire, разве что подойти нужно было к конкретной точке. А выловить позволяли какой-нибудь полезный ништячок. Но вот Зельда! Можно было гонять крючок влево-вправо, чтобы он оказался перед рыбой. Та подплывала и цеплялась. Игрок хреначил кнопку А до посинения, а к улову могли насыпать не только рупий, ну и, например, даже часть сердца. Нафиг ваши годов-воры! Вот это реальный экшен! Да уж, эту угрюмую рожу ни с чем не спутаешь! Ладно, для 93-го года это было действительно круто, поэтому отпустим Линка дальше искать музыкальные инструменты. Здесь появляется более интересный вопрос. Что общего у этих игр? Они достаточно интересны, были хитами, а самое главное, все три с половиной игры родом из Японии. Как известно, это не только родина солидного пласта игровой индустрии, но еще и островное государство. Море, суши, рыбные фестивали, короче, вы верно поняли, они чертовски любят рыбалку. К тому же для японцев свойственно увлечение медитативными занятиями, и нет ничего более успокаивающего, чем разглядывание водной глади в ожидании рыбы. Так что массовая рыбалка-фикация японских, а следом и всех остальных игр, была разве что вопросом времени. В реализации этой мини-игры был кто на что гораст. Как раз-таки тут нам этапы и понадобятся, поскольку мини-игры разнятся в подготовке к рыбалке, к лёве и особенно в ловле. Начнем с самого комплексного – подготовка. Тут всё бывало по-разному. Где-то, как в Torchlight 2, механика рыбалки была автоматически вшита в персонажа и ничего предварительного не требует. Sonic Frontiers тоже не заморачивался снаряжением, но требовал валюту за активацию мини-игры. А вот Red Dead Redemption 2 едва ли не воссоздает полноценный симулятор рыбной ловли. Хочешь – бери лодку, не хочешь – лови с берега, нужно было найти удочку, был целый ряд наживок и приманок, на рыбу влияло не только место ловли, но и погода. В общем, это даже мини-игрой сложно назвать. Но больше всего упоролась в этом плане террария. Оцените, на ваш улов могли повлиять мощность наживки, мощность удочки, размер водоёма, время суток, фаза мать её луны, наличие дождя, ну и биом, само собой. С клёвом всё обстоит куда проще. В целом, как ни крутись, всегда нужно посидеть, подождать, и рыба обязательно клюнет. Тут разве что можно разделить игры по физическому наличию этой самой рыбы. Здесь я имею в виду, что иногда ловить нужно конкретную рыбу, которая плавает в водоёме, как, например, в ГБАшной версии Donkey Kong Country. А где-то, как в Хейтс, главное найти место и применить удочку, а там уже всё само выловится. Вот если забросить крючок в описании видео, то рано или поздно поймается ссылка на наш Бусти. Ха, снова вас подловил. Но шутки в сторону, мы приближаемся к трем тысячам подписчиков, что грозит исполнением русскоязычной версии Рон Дон Дона. Вы можете нас к этому подтолкнуть, подписавшись всего за 100 рублей в месяц. Вместе с этим вы получите доступ к эксклюзивным и неотягощённым цензурой роликам, а при расширенной подписке ещё и к нашему чату. А там авторы канала, мемы, трэш, угары, садомия. С недавних пор у нас появился новый вид подписки, включающий в себя подкасты с авторами канала. Что ещё сказать? С нетерпением вас ждём. Так вот, осталось самое интересное. Как игрок ловил рыбу и что потом с ней или не с ней происходило? Здесь фантазия разработчиков разошлась совсем в край. Если хоть как-то обобщить весь кавардак в индустрии, то получится несколько типов мини-игр, и первый из них – это автоматическая ловля. Игрок искал удочку с наживкой или просто подходил к нужному месту, закидывал наживку и больше не делал нихрена. Рыба или другой улов сам прыгал в руки к персонажу, а игрок наслаждался процессом. Пример такой рыбалки мы сегодня уже видели в том же Breath of Fire с покемонами. Современные игроки могли насладиться аналогичным геймплеем в Shovel Knight. Рыцарь подходил к яме, ронял якорь в мерцающие звёздочки и вытаскивал разных рыб, которые автоматически заменялись на валюту. Иногда ещё от игрока требовали посмотреть на поплавок и нажать кнопку, когда тот дёрнется или утонет. Например, такое было в Майнкрафте или Нир Атомата. С первым всё понятно. Персонажа надо было стабильно кормить. Но вот с 2B было всё чуть любопытнее. Внимание, спойлеры к игре шестилетней давности. Помимо продажи рыбы и собирания коллекции на ачивку, рыбалка требовалась, чтобы достать оружие в виде трубы и нового подов. Для краткой справки, это оружие дальнего боя. Всего их в игре три, и с одним вы стартуете. Вот настолько важной сделали рыбалку в игре. Но это всё ерунда по сравнению с World of Warcraft. Здесь нужно добавить контекста. Прежде всего, рыбацкое ремесло – целая профессия, которую можно качать. И ещё были разные наживки, удочки, регионы для рыбалки с разной добычей. Так и добыча не обязательно была именно рыбой. В разные времена можно было выловить реагенты для алхимии, штуки для призыва босса, коллекционные предметы, маунтов, всякую хрень, словом. Единственный минус – с точки зрения ловли – это всё ещё дурацкая и монотонная мини-игра с нажатием одной кнопки. Рыбная ловля считается одной из самых скучнейших профессий в игре. И это при всех-то профитах с неё. Пожалуй, и мы перейдём ко второму типу, содержащему чуть больше геймплея. Это рыбалка с баттон-мешингом, то есть с необходимостью яростно нажимать кнопку, пока рыба не уговорится. Игрок таким образом как бы боролся с рыбой, а та посматривала в сторону Mortal Kombat'а, приговаривая «Тест Йо Майт». Зельду с подобной механикой мы уже видели, но можем посмотреть на её современный ремейк ради иллюстрации. Вариации этого варианта, и да, настолько всё сложно, были мини-игры, где кнопку надо было не прожимать, а удерживать. Подобным образом была устроена проклятущая рыбалка в первом Sonic Adventure. Прибавьте ещё адски дёргающуюся шкалу натяжения, заполнение которой отправляла на чекпоинт, и неуправляемую рыбу, которая сопротивлялась так, будто от этого её жизнь зависела. Хотя да, правдоподобность сделали, молодцы. Третий тип – это уже не «Тест Йо Майт», а «Тест Йо Страйк». В том плане, что вместо выжимания из кнопки «Всего дерьма», игрок тем или иным образом старался справиться с балансом. Нет, на этот раз не кошелька Стима, а натяжение лески или чего-то схожего. Короче, вот вам рыбалка из Stardew Valley, так будет понятнее. После того, как рыба клюнула, игроку нужно было удерживать шкалу параллельно зелёной полоске. Улов, естественно, шёл в еду. В современных играх аналогичная шкала может маскироваться. Вот, например, Far Cry 6 или 5, всё равно механика одинаково работала. Там рыбу нужно было тянуть на себя, поворачивая удочку в противоположную сторону. Цвет лески при этом отображал то, насколько игрок наглел в натяжении. Если зелёный, то всё было в порядке. Если жёлтый и тем более оранжевый, то хватку стоило ослабить. Почти то же самое творилось в Sea of Thieves, только вместо цвета индикация работала через тряску экрана и звуки. Ну и стоит упомянуть наличие всякого извращенства, которое не укладывается в перечисленные типы. Например, в The Legend of Zelda Breath of the Wild помимо прочих способов можно было тупо поплыть за рыбой и поймать её руками. Примерно такая же альтернатива была доступна в Скайриме, если на рыбу предварительно орнуть. Можно было и удочкой, но так явно веселее. Без старого доброго динамита тоже не обошлось. Та же Зельда позволяла оглушать рыбу взрывчаткой. Но Anno 1800 вообще в первые пять минут заставляла игрока подорвать три косяка рыбы и не пускала без этого в сюжет. А вот первая игра серии Jack and Dexter была чуть гуманнее и всего лишь предлагала сыграть в ловлю падающих предметов. Ну, рыбы плыли по реке, а персонажи шевелили с очком, но по сути мы просто подставляли корзину под объекты, которые двигались к низу экрана. Еще есть целый пласт мини-игр, где рыбу нужно было загарпунить. Такое было в Assassin's Creed 4 Black Flag. Похожую механику притащили внезапно в Warframe, а в Якудзе 6 ловля рыбы вообще превратилась в шутан от первого лица с подводным ружьем. С моей точки зрения это уже сомнительно относится к нашей теме. Так, знаете, и озерного босса из Resident Evil 4 можно назвать режимом рыбалки. Приз от автора ролика за самую поехавшую вариацию сегодняшней мини-игры улетает уже светившемуся сегодня Sonic Adventure. Основной геймплей за кота Бига все еще кажется мне кривым и еле работающим. Но черт возьми, разработчики мудрились выдать Бигу босса, и победить его надо все той же механикой. Ну как, насмотрелись на то, сколько всего можно придумать на тему палки с леской и крючком? Там еще есть килотонна примеров в каждом виде, но я вот точно насмотрелся. Осталось ответить на самый главный вопрос. Нафига это все нам и разработчикам нужно? И тут пришло время будить всех заснувших громким высказыванием. Итак, рыбалка — это лутбоксы. Ну нахер. Охренеть, да? Сейчас все объясню. Смотрите, сидите вы на берегу с удочкой, поплавок дергается, и рыба тем или иным способом начинает приближаться к вам. Это тупо анимация или целая геймплейная секвенция, не суть важна. Главное, что в этот момент вы начинаете испытывать ожидание, волнение, предвкушение будущего ништяка и другие приятные эмоции. Потом рыба попадает в руки, если, конечно, они не кривые и растут из нужного места, и вы радуетесь пойманной награде. Или бомбите, если это какой-нибудь дырявый сапог, после чего забрасываете наживку снова. То есть реролите свой лутбокс. Просто представьте, что каждое закидывание удочки платное. Ах да, мы же видели рыбалку, которая тратит валюту. А то, почему лутбоксы — это приятное и аддиктивное говно, я надеюсь, в 2023 году уже объяснять не требуется. Но есть еще один важный плюс от таких мини-игр. Как и в реальной жизни, рыбалка может позволить отдохнуть от насыщенного сюжета, постоянного экшена и прочих прелестей жизни протагонистов видеоигр. Согласитесь, после бесконечной смешной нарезки машин в Нир Атомата довольно приятно просто почилить на берегу, не переживая ни о чем. В обратную сторону это тоже работает. В том же Stardew Valley добыча рыбы приятно выдергивает игрока из общей медитативной рутины и заставляет для разнообразия немного напрячься. А смена деятельности — это всегда хорошо. И если даже все это вас не убедило, то напомню про Anniversary Edition Skyrim, в котором добавили полноценную рыбалку с удочкой, аквариумами, толпой водных жителей и прочим контентом. Несмотря на то, что такую механику ранее выкатили в качестве модификации, игроки ради нее радостно побежали покупать переиздание. Потому что Тодд Говард фигни не сделает. Что ж, рассказ вышел довольно сумбурным, но мне понравилось такое исследование игры внутри другой игры. Глядишь, в будущем и за другие побочные активности возьмусь. Надеюсь, что вам тоже было интересно, и что в ролике было не слишком много воды. Расскажите в комментариях, в какой игре вам больше всего понравилось рыбачить, а также о чем еще можно поболтать в таком духе. По пути в комментарии, как и всегда, не забудьте уделить внимание кнопкам лайка и колокольчика. А после пришвартовывайтесь в наши соцсети. Телеграм, Дискорд, ТикТок, Твич, ВК и особенно Бусти. Скоро услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok